Конфуций И первая тема, о которой мы хотим поговорить, это чувство, которое знакомо каждому. Это чувство вины. Чувство, которое может стать причиной ваших финансовых долгов, причиной болезней, причиной того, что вы будете даже неудачником, потому что вина, она блокирует ваш центр удовольствия и наказывает вас образом жизни. Первый гость, с которым мы поговорим об этом, это психолог-практик Павел Сяков. Также Павел является куратором курса «Как ослабить чувство вины и перестать быть должным». Паша, привет! Привет! Как учил Кабранов, давай сначала разберемся в терминах. Что же такое чувство вины? Как ты можешь это объяснить? Если говорить без определения, то это такое деструктивное чувство, которое внутри мы можем, кстати, и не осознавать, но оно очень сильно движет нашими поступками. То есть это такой, я не знаю, как бы так сказать, раздражитель, который заставляет нас что-то делать или чего-то не делать, или даже там вообще не обращать внимания. Чем оно опасно? Ну, то есть многие же люди говорят, что, ну, нет у меня чувства вины никакого. Это вот для каких-то слабаков, а я не такой. Почему? Нет. Ну, это можно рассказать, это как защитная реакция, потому что, если говорить про опасность, наверное, это тот мотиватор, который движет нашими поступками. И когда человек, вот, я хочу, там, или я не хочу, вот здесь очень сильно нужно разобрать, а это точно его вот желание? Это его те глубинные желания, которые идут от, я не знаю, там, от его естества. То есть чувство вины, получается, оно блокирует нам понимание того, что мы хотим? Чувство вины, оно и блокирует, и мотивирует что-то сделать. Допустим, ну, вот если в два направления такие разбежаться, ну, сильно примерно, я боюсь быть плохим, и поэтому я избегаю чего-то там, вот, сделать, подумать и так далее. И хочу быть хорошим. И прям стараюсь везде вылезть, ой, ребята, смотрите, я хороший и так далее. Каким-то образом хочу показать это. То есть у человека отравленного чувства вины, по большому счету, нет никаких шансов прожить свою собственную жизнь? То есть он будет между избеганием... Ну, по сути дела, да, он будет бегать между вот этими границами. И когда, вот, очень хороший признак, когда у человека спрашиваешь, а что ты хочешь, вот, ты лично хочешь, прямо сейчас. Обычно он не может дать ответ. Это интересно. А еще какие есть критерии? Как вот понять, что у тебя, ну, уже сложности с чувством вины есть, да, что ты уже отравлен этим чувством? Общий тонус, он у тебя такой ослабленный, у тебя, как бы, такое состояние, что ты ничего не хочешь. И это, опять же, связано вот с этим коридором. Потому что эти забеги по коридору, они не приносят тебе счастья. По коридору между должен и боишься? Нет, что между плохой и хорошей. Между плохой и хорошей. Да, вроде бы у тебя есть некая иллюзия, что если ты не будешь делать вот, что у тебя там записано в голове, там, что-то плохо, ну, тебе же это с детства говорили, вот, не будь плохим и так далее, а делай то, что нужно делать хорошо, и ты делаешь, 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 и всю жизнь делаешь, а лучше не становится. И у тебя получается, ты энергию-то потратил, а ничего не получил. И у тебя общий тонус энергии падает. Это еще один признак, когда ничего не хочу. И самое главное, вот в этой системе, потому что, когда я начинаю думать, а что же я могу хотеть, ну, как в анекдоте уже, да, оно либо ведет к ожирению, либо морально запрещено законом. Хорошо. А еще, что как на здоровье, допустим, чувство вины влияет, да? Вот низкая энергия, ты сказал, это один из критериев. Это самый легкий такой слух. Да. Ну, все, что в жизни происходит, вот некая ситуация произошла. Мы воспринимаем это через, ну, некий свой фильтр восприятия. То есть это вот то, что у нас в голове записано, там, что хорошо, плохо, правильно, неправильно, опасно, полезно и так далее. Как очки. Ну, можно сказать, да, это такие множественные фильтры, которые слишком искажают то, что мы наблюдаем. И вот этот оценочный центр, по сути дела, он, ну, так незаметно для нас работает. И мы видим, и у нас по этому, по отношению к этому уже есть некая оценка. Причем это все происходит, ну, так быстро и в подсознании, что мы даже не отслеживаем. И вот мы кого-то увидели, там, вот человек какого-то знакомого такой, хоп, что-то настроение испортилось, и мы пошли в сторону. А потом вспомнили, что у нас по отношению к этому человеку была какая-то ситуация, где мы, там, повели себя не очень хорошо, там, и так далее, и так далее. И вот этот триггер сработал, и у меня вот это состояние, которое недопережитое, связанное с этим, оно, хоп, напомнило, вернуло. И я такой, ой, да мне что-то нет, да мне в другую сторону. И мы, и мы опять же бегаем, 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 вот в основном бегаем от себя. Нет, чтобы остановиться, и хотя бы остановиться, вернуться к своим чувствам, к своим потребностям, и попробовать дать этому место в своей жизни, ну, этому у нас нет ни привычек, ни места, ни каких-то вот, я не знаю даже, вот, как-то это вообще не заведено в нашей жизни. Я вот, когда с людьми разговариваю про чувство вины, чаще всего они говорят, что я чувствую себя виноватым за какое-то событие в прошлом. Ну, вот что-то случилось, даже не факт, что это был твой какой-то выбор, вот что-то случилось в прошлом, и ты чувствуешь себя виноватым, и тащишь, тащишь, тащишь с твоей жизнью вот это чувство. А есть ли какие-то способы перевернуть это, изменить, не тащить вину вот за какую-то прошлую ситуацию? Ну, там, может быть, там несколько таких вариантов. Либо человек сам себя начинает винить, либо ему постоянно напоминают. Ну, допустим, там кто-то из родственников скажет, ага, я там на тебя всю жизнь потратила, а ты вот так вот со мной. И когда человек начинает верить во все эти манипуляции, он начинает погружаться в чувство вины. И вот эта манипуляция, она имеет очень прикладной принцип действия. То есть я сейчас тебя обвиню, ты будешь чувствовать себя виноватым, должным, а потом я тебе скажу, что делать, чтобы, ну, типа... Чтобы справиться, чтобы тебе легче стало, да. Потому что у нас у всех записано в голове некое правило. Если есть преступление, то должно быть... Великий Достоевский. Наказание. Наказание. И когда мы испытываем некое состояние, вот что мы что-то сделали не так, у нас срабатывает чувство вины, и такой вот как бы колокольчик изнутри такой, ага, ты виноват, виноват, виноват. И мы ищем наказание, ну, либо прощение. Ну, у нас и прощение научились давать, ага, что я тебе просто так-то буду прощать-то? Ты давай вот это, вот это, вот это сделай. Все воспитание. С самого, я не знаю, с яслей на этом построено. А есть какие-то вот кодовые фразы, когда можно понять, что это тебя, тобой сейчас будут манипулировать через вину? Ой, ну, это стандартное должен. Ты должен. Ты должен то-то-то? Ну, опять же, здесь нужно смотреть, если это относится к каких-то производственных, да, вот, ситуаций. Ну, на работе есть должностная инструкция. По сути, должностная инструкция, да. Ты, если пошел на работу, то ты подписался, я буду делать вот это, работодатель, соответственно, будет делать вот это. Вот мы так договорились. А если в жизни, то очень важно здесь, ну, каким-то образом через просьбы. Ну, опять же, кто же так будет делать? То есть чаще так. Вот я-то думал, что ты будешь вот так делать, говорить, поступать со мной, а вот оказывается-то вот. И, соответственно, я на тебя начинаю обижаться, проявлять какие-то вот такие вот признаки обиды, и ты начинаешь чувствовать себя виноватым. Причем здесь очень интересно, а с чего ты так подумал-то? Это типа, а вот мне так подумалось. Да, типа, я такой сделал прогноз, а виноват в этом ты. Прекрасно. То есть нами управляют ожиданиями своими, я тебя ожидала, да, фразочкой ты должен. Еще есть какие-то клише, когда вот стоит напрячься? Ты вопрос про психосоматику задала? Да. Это я чуть-чуть в сторону ушел. Тема такая, что когда мы вот какую-то ситуацию наблюдаем, то у нас происходит некое напряжение. Ну, то есть мы сразу начинаем уже оценивать, там, опасно, полезно и так далее. И вот из этой ситуации нам важно либо через тело вот это напряжение выпустить, ну, там, если вот страшно, например, там, ну, прораться, там, аааа. Убежать. Там, выдохнуть, в конце концов, выдохнуть, подышать. Есть такие, там, техники вполне себе экологичные. Либо через психику выпустить. Опять же, распознать, так, что происходит, какие у меня сейчас чувства, и, соответственно... То есть проговарить, например, да? Да. Можно даже не проговаривать, для себя. Для себя их распознать и выпустить, пропустить через психику. Наружу. Либо через тело наружу, либо через психику наружу. Но, когда у нас есть еще же ведь некие ограничения, опять же, ну, эти системы правильно-неправильно, это когда, там, ты вот это ни при каких обстоятельствах делать не должен. Там система табу, там, и так далее. Даже их, вот, именем Бога... Да, греховно. Опакайся, ага. И у нас некий запрет выражать... Например, чувства. ...большую часть чувств. А вот эти вот слишком плохие чувства. А вот эти вот, там, слишком хорошие. Чего-то ты улыбишься, а чего-то здесь вот как бы орешь. И нам запрещают вот через чувства выводить. Ну, и, соответственно, и через тело тоже, там, правила приличия, там, этика и прочее, прочее, прочее. То есть нельзя вот так вот, если мне, там, страшно что-то, и вот у меня вот внутри, вот, ну, настолько больно, там, отойти в сторону и, там, проораться. Скажут, ну, какой-то больной. Ну, у нас, как бы, да, опять же, оценки. И в этих ситуациях, когда мы не выпускаем это наружу, мы пускаем это вовнутрь. То есть это напряжение, когда мы пускаем вовнутрь, вот здесь образуется психосоматика. То есть это напряжение сначала вызывает в теле некий симптом. То есть нам оттуда наше, ну, мы не будем использовать всякие, там, слова типа души. Наше естество говорит, что, слушай, там вот что-то как-то вот с напряжением у нас вот как-то непорядок, да. И вот как в машине едешь, у тебя там какие-то лампочки начинают гореть, там, желтенькая лампочка, внимание, типа, обрати внимание сюда. И вот так же и симптом. Потом, если мы не понимаем, и к тому же еще думаем, что есть некие люди, которые лучше нас, в нас разбираются. Ну, там, вот, допустим, врачи, мы приходим, говорим, слушайте, вот тут у меня лампочка, вот она меня беспокоит. Он говорит, да без проблем, что сейчас выкрутим и все. Все, вот выкрутим, обезболим, забудешь и все. А симптом-то остался. И он начинает, ну, так же, как в машине, да, вот, если у тебя там какая-то лампочка по двигателю мигает, если лампочку убрать, двигатель пойдет в разнос. Соответственно, этот симптом дальше переходит в болезнь, потом в хроническое, ну, то есть сначала функциональное нарушение, потом органическое и там дальше. Дальше. Самое главное, что это точно так же можно и откатить обратно. Ну, опять же, при желании, ну, и работать придется. Угу. А как можно откатить? Ну, опять же, пересмотреть те критерии, которые позволили вот этому напряжению свернуть вот куда-то туда, вовнутрь и спрятать от самого себя. То есть мы пряча от других, еще и от себя прячем. То есть двойное напряжение, я от других прячу, я от себя прячу. Ну, и мы и в психике от себя прячем, и у нас возникают некие такие вот защиты, неврозы, да? Что, ой, да нет, я вот вообще у меня не такое, да вы не то подумали и так далее. У нас у всех вот эти вот невротические улыбочки такие вот там, а смотрим в глаза. А вот у меня как-то, работая с Капрановым, уже такая привычка выработалась смотреть людям в глазах. Неважно, какая у них мимика, а в глазах нет улыбки. А в глазах так вот там либо пустота, либо еще что-то такое. И вот ты попытайся с человеком общаться через тем, что выдает он через глаза. Ну, я как психолог уже сейчас. Потому что вот эти вот улыбочки или там, ну, вот эти вот первичные там агрессивные реакции, это все защита. То есть мне страшно, я вот... А глаза не обманутся? Во время улыбки я такой, я хороший, а когда агрессивный, значит, что-то мы задели такое больное, больное у человека. Ну, глазами, глазами обмануть можно, но гораздо сложнее. И опять же, это такие опытные уже... Олгулы? Да, пройдохи. Слушай, ты сказал про воспитание детей и то, что оно тоже часто происходит через чувство вины. Я знаю, что помимо того, что ты практикующий психолог, ты еще практикующий отец пятерых сыновей. Ну, не такой уж и практикующий. Да ладно. И хочется, знаешь, узнать, как ты, зная все это, зная о том, как вина токсична, как она убивает там вплоть до болезни, как ты строишь там свою систему воспитания, как ты бережешь своих сыновей от того, чтобы воспитывать их виной? Ну, здесь, наверное, зависит от того, про какой возраст идет речь. Потому что в самом маленьком возрасте это одна система, там постарше это другая. Ну, давай, первых семилетки возьмем. До семи, семи до четырнадцати, четырнадцати старше. Ну, в первой семилетке вообще отец, в общем-то, ну, очень небольшое влияние имеет на ребенка, потому что ребенок, рождаясь, он понимает, что он зависим. Ну, вернее, вот так. Он не понимает, он реально на теле, там, на всем своем, он осознает, что он зависим от мамы. Если мама его не накормит, не обогреет, не обнимет, то у него, ну, реально могут быть проблемы вообще с жизнью. Вот такой маленький малыш до семи лет, зависимый от мамы, как не испортить ему жизнь именно навязыванием чувству вины? Я вот такое, как бы, вот роль отца встречал, я не помню у кого, что задача отца – быть между мамой и ребенком. То есть, потому что мама, находясь в таком близком и тесном контакте с ребенком вот первые года, особенно там первые месяцы, ну, она реально же, она же не робот, она устает. Соответственно, она устает, у нее психика расшатывается, она может немножко психовать. Когда она психует, ну, понятно, кто виноват. Это из-за того, что вот ты там не пришел, ты не помог нам, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И вот мужчине очень важно учитывать это, что вот сейчас она, ну, как это сказать, вот эти расстроенные чувства у ней от того, что она реально физически и психологически измотана. То есть, это она так не думает, это у ней, ну, как бы, эмоции, как говорят еще, гормоны там и так далее. Да, это не важно. И вот важно мужчине в этот момент, ну, как бы так, подменить маму, побыть с ребенком. Так вот, ребенок, по сути дела, он напрямую первые семь лет зависит от мамы, а вот вторая семилетка уже там больше папы, потому что ребенок, выходя в школу, потому что, ну, что там, когда он в садике, он же ведь там дом-садик, дом-садик, ну, чуть-чуть двор, и то под присмотром. Ну, бывают такие родители, которые отпускают, я, кстати, своих отпускал. У меня все дети до школы могли ходить в магазин и покупать там, ну, какие-то там обычные продукты. Ну, понятно, что ему там нельзя сказать что-то сложное и тем более связанное с выбором. Нет, там хлеб-молоко, что-то такое, вот, лимонад себе там, еще что-то, пожалуйста. На, сто рублей иди. Итак, вторая семилетка. Отец. Вторая семилетка, когда ребенок выходит во двор, чаще во двор и в школу, и он там видит, что вот то, чему учила там мама, бабушка, ну, или там вообще в семье там как-то говорили, что нужно быть добрым, там, ты-ты-ты-ты. Он выходит во двор и, вот это опять же Капранов, да, говорил, он понимает, что что-то не так в жизни устроено. Не сходится. Да, да, да. Во дворе как бы кто успешный? Совсем не те, да. Ну-ка иди сюда, ну-ка дай сюда, ну-ка иди отсюда. Вот такая шпана. И он такой понимает, так, подождите, что-то как-то вот родители неправы, получается. И у него начинается так, ну, легкий такой диссонанс. И вот здесь вот папа как раз очень нужен для того, чтобы подготовить ребенка к выживаемости в социуме. Третья семилетка. Третья семилетка, когда ребенок сам, сам начинает быть самостоятельным. Вот с 14 лет его нужно вот так вот одного вот отпускать. Больше свободы. Да, да, да. То есть хорошо, ты хочешь пойти там условно там с друзьями или без друзей там в какой-то театр там или еще куда-нибудь, ну, неважно куда. Хорошо? Ну, вот деньги. Сейчас у всех есть гаджеты. Там есть дубльгисы там всякие и так далее. Все, езжай. Ну, желательно вот до этого времени, чтобы ты вернулся. Ну, понятно, что там начинает контролировать маму, бабушке. Там, ой, там, давай позвони, там, вот ты сядешь в автобус, позвони, выйдешь, позвони. Да, да, мое. Это не самостоятельность. Это не свобода. И вот этот вот гиперконтроль, он как раз мешает ребенку быть свободным. И самое главное, ребенку мешает столкнуться с миром один на один и прочувствовать самого себя. А какой я в этом мире? Получить опыт. Ну, да. То есть, как бы, а когда меня постоянно контролируют, то есть, по сути дела, всегда является между миром и мной некой прокладкой. И, кстати, всю ответственность забирают они. О, я не вернулся, потому что мне не позвонило. А вот и все. Это то же самое касается и некоторых отношений работодателей и работников. Когда работодатель излишне начинает контролировать, не так, что вот тебе задача, вот здесь финиш. Вот там, а если к финишу как-то опаздываешь или что-то, вот доложи. А вот весь процесс контролировать? Нет, нет, зачем. А если начинает контролировать, то работник такой, а, ну, хорошо, это значит, вашей компетенции. И потом, когда вы перестали вот здесь на принудочных этапах контролировать, а я не сделал, ну, потому что вы не проконтролировали, а я вот что. И все, и начинается вот такое вот, как в армии. А я не знал, а я не слышал, а я думал, так лучше. И все, вот. А вот если к теме, допустим, бизнеса, да, перейти на какой-то конференции, или где-то я подслушала идею, что одна из ключевых компетенций, ну, в бизнесе в будущем, это вот управление личной энергией, да, вот потому что какую бы мы цель там глобальную не поставили, какую бы мы мечту себе не напридумывали, все упирается во многом в то, насколько в тебе энергии для того, чтобы эту цель достигнуть. А вот чувство вины и вот сила личная, могущество, энергия, как они связаны? Энергия – это что? Это наши желания. Что мы хотим? Именно мы хотим. Не просто там кто-то там, мама там или бабушка или учительница сказала, что вот так надо хотеть. Это мы хотим. А когда мы живем в чувстве вины, то есть мы стараемся избежать вот этого чувства вины, я вот редко вообще обращаюсь к самому себе, просто мне некогда этим заниматься, потому что я пытаюсь соответствовать. Ну, и вот это вот приходим к фразе «быть или казаться». Так вот человек, который живет в чувстве вины, он живет как казаться лучше. Смотри, ты говоришь, что энергия, сила приходят под цель и под наши желания. Вот представим, что, допустим, человек – это сосуд, вот он поставил какую-то цель, наполнился водой, да, вот этой силой. Но кажется, что иногда, даже если есть какая-то цель и есть какое-то желание, есть в этом сосуде, в этом кувшине какие-то дырки, через которые эта сила сливается. Есть ли у тебя гипотезы, что это может быть? Ну, опять же, здесь, если вернуться к тому, из каких мотивов ставятся вот эти цели, потому что если вот формулировка приближения к цели звучит так, «я должен» там вот это, вот это, вот это, и именно вот в этом «должен», в этом мотиве очень много того, чтобы человек хотел соответствовать, там, показаться для кого-то хорошим, чтобы его оценили и так далее. Вот эти все «должен» формулировки, которые не резонируют с его естеством, ну, бывает, что вот там «мне надо», «мне надо», а не так, что «я должен». Когда у него возникает эти вот «должен», у него есть, опять же, в мозгу система «правильно» и «неправильно», и если он что-то там нарушает или не нарушает, то у него возникает вина, ну, виноват, как правило. Это я сейчас не про цели, про бизнесмена, немножко чуть-чуть в сторону. А если виноват, то организм сворачивает все вот процессы и направляет энергию на устранение, вот, а что такое здесь произошло, почему вот нам нужно устранить проблему, чтобы мы не испытывали вот это вот чувство вины. И, соответственно, организм убирает энергию, и он включает такое вот состояние «не может, нет энергии». То есть он из жизни убирает энергию, а раз человек, который должен что-то сделать, ну, допустим, от него там ожидают, и он, самое главное, в это поверил, он в этой системе там либо не может достичь, либо каким-то образом там… По любым причинам. Да, он не достигает там чего-то там того, что там можно назвать там 100%, не соответствует вот этим вот должностным ожиданиям. У него состояние виноват, состояние «не может», и вот здесь вот, так как он не может, у него состояние, что, ну, он же каждый раз тратит очень много энергии, причем он начинает себя здесь насиловать, и вот здесь у него возникает, что он здесь не может это сделать, и у него возникает еще дополнительное чувство вины, что вот он не справился и так далее, и он должен еще больше стараться. И, как правило, у нас даже в разговоре такое, что если ты чего-то там начал делать, не сделал, значит, ты плохо старался. А еще если отойти к школе, да, там, вот ты пошел в школу, там, заработал, там, я не знаю, там очень сильно что-то там учил, трудился, получил 4. Почему не 5? Да, почему не 5? А те люди, которые учились на 5, я говорю, родители говорили, что почему не 5 с плюсом, да, или не 6, и так далее. И вот в этом вот треугольнике вины человек закручивается и, как правило, уходит в очень печальную ситуацию. И вот здесь очень важно понимать, а вот я когда ставлю вот свои какие-то цели, это я из должностования их ставлю, пытаясь чему-то соответствовать, или у меня реально какая-то вот идея, которая идет изнутри, та идея, которая может показать, что, ну, действительно, я полезен в этом мире, и я запускаю какие-то процессы, и могу быть реально вот что-то такое новое сделать. Да, даже, даже может быть из старого. Ну, и здесь вот, здесь больше зависит от нашего мотива. То есть, что мы при этом хотим. А то, что мы делаем, это уже не так важно. Потому что вот если смотреть формулу поступка, что в поступке есть действие, есть мотив, что мы при этом хотим. Очень важно, и то, что реально влияет на наш поступок, и на результат. И на результат тоже. Это как раз наш мотив, что мы при этом хотим. Бывает, два человека делают одно и то же, вот абсолютно одно и то же, а получают разные результаты. И у тех же бизнесменов такое бывает. Почему там рецепты дают всем, кто-то начинает делать, или все даже начинают делать, а результаты у всех разные. Причем даже усилия-то одинаковые. Потому что никто не видит, и никто не знает, а какие у них мотивы-то. Я это понимаю, как женщина тоже. Когда ты красишься, делаешь все утром макияж, с какой мотивацией ты его сделал, такой ты день себе и получишь. Если чтобы быть красивше всех, получишь конфликт с девочками. Если там, чтобы творчески самовыразиться, будет он получше и так далее. Хорошо. Скажи, пожалуйста, можем ли мы для наших зрителей порекомендовать какую-то простую, очень практику или простую какую-то технику самопомощи или маленькое упражнение, или, может быть, фильм ты посоветуешь, как человек, который 12-летний на клуб ведет, который мог бы помочь сделать первый шаг в жизни для того, чтобы чувство вины ослабить? Ну, во-первых, задуматься над тем, что я в жизни должен, и уточнить должностные ожидания. Соответственно, все наши «должен», они идут чаще всего от ролей, которые мы в жизни играем. Люди даже вот как-то и себя с ролями-то не ассоциируют. Ой, да как это, а какие роли? Я же тут вот, как бы, я нормально живу, у меня нет никаких ролей. Я говорю, ну, а как же, вот вы зашли, там, условно, в магазин, вы кто? Вы покупатель. Сели в автобус, вы, там, пассажир автобуса, сели в такси, пассажир такси, и к вам в каждой роли есть некие социальные ожидания, ролевые ожидания. Вот если социальная роль, то социальный. И когда я общаюсь, там, с каким-нибудь человеком, лично, в межличностных ролях, тоже есть некие социальные ожидания. Потому что, если я сейчас буду, там, вести себя, ну, как-то будет выглядеть неадекватно. Вот как вот примерно с чашечкой. Если про фильм, то, опять же, мы можем посмотреть фильмы одни и те же, но выводы сделать из них разные. Для этого мы собираемся и дискутируем после фильма вместе с экспертами, для того, чтобы обратить внимание на какие-то вот точки. Да, вот здесь вот это вот, это вот так раскрывается, это так. А вот это с этим связано вот через вот это. Так что я бы порекомендовал лучше дискуссии, чем фильмы. Это раз. Во-вторых, уточнить вот эти вот должностные ожидания в ролях. Ну, то, что мы делаем на курсе, то есть мы сначала пишем себе, какие там мы роли вообще в жизни играем. Ну, то есть я мама, я дочь, я пассажир, я посетитель. Да, и они в трех ипостасях. То есть уточнить и конкретно в каждой роли тоже посмотреть, как это у меня написано в голове. Именно вот эти ожидания. Что я должен. Да, вот где граница, что я плохой. С какого момента я становлюсь плохим. И где граница, что я хороший. И вот я так нарисовал, вот с этим пространством. Оно как бы, это нормально, да. То есть вот есть плохой, это граница там 0%. Есть хорошая граница, 100%, допустим. Вот здесь нормальная, я вот могу. Но чаще бывает так, что граница слеплена в одну линию. И вот я здесь вот хороший. И, как правило, здесь такие завышенные ожидания, что я, в принципе, их и выполнить-то не могу. Ну, это такие, знаете, ожидания, которые у нас еще, ну, я не знаю, очень много лет. Транслировались и передавались, как вот агитация. Чтобы там нам, прежде думая о родине, а потом о себе и так далее. И граница вот эта вот плохой, она находится сразу под хорошей. Вот это самая хреновая ситуация. Живым быть невозможно в этой ситуации. Нет, ну ты можешь, да. Если ты будешь вот там постоянно вот быть хорошим, то есть там прежде думать о родине, а потом о себе, а как только ты перестал это делать, ты сразу плохой. И получается так, вот где ловушка-то, что таким хорошим, по завышенным ожиданиям ты быть не можешь, у тебя сразу чувство вины. А как только ты пересек эту границу, ты плохой, у тебя чувство вины. Ну, в общем, такая хорошая жизнь. И отсюда потом как раз и вывод-то. Ой, а что-то я ничего не хочу, и мне ничего не радует, и мне ничего не хочется и так далее. И вообще остановите землю, я сойду. Проще ничего не хотеть, чем хотеть и не сделать. Да, да. Ну что, спасибо большое за интересный, содержательный разговор. Надеюсь, что нашим зрителям это будет полезно. А мы продолжаем беседовать по душам с психологами и бизнес-тренерами. И следующая наша встреча будет посвящена перфекционизму. Поговорим о том, как стремление к совершенству может создавать великое и разрушать нашу жизнь. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok